Лето любят не только люди, но и микробы. С наступлением теплых летних дней есть большая вероятность подхватить какую-либо кишечную инфекцию. Во всем мире насчитывается более 30 видов таких инфекций, и все они очень легко распространяются. К острым кишечным инфекциям относятся прежде всего дизентерия, ротовирусная инфекция, нора вирусная, более тяжело протекает сальмонеллез, брюшной тиф и также относятся вирусный гепатит А. Эти заболевания вызываются бактериями и вирусами, которые очень устойчивы во внешней среде. Эти микробы, говорят специалисты, очень живучи. Заразиться кишечными инфекциями можно везде. Они могут подолгу существовать в воде, в почве, на поверхностях предметов и еды. Кишечные инфекции легко переживают холод, а вот тепло помогает им размножаться с геометрической прогрессией. Для этих инфекций характерно то, что летнее время, теплое время, как раз очень благоприятная среда для развития организмов, которые именно вызывают кишечные инфекции. То есть бактерии и вирусы, они при оптимальной теплой температуре, значит, способны не только сохраняться, но и размножаться. Кишечные инфекции распространены среди людей любого возраста. Особенно в группе риска находятся дети. Надо сказать, что 73% заболевших это у нас составляют дети. Дети до 14 лет. За истекший период текущего года у нас по области зарегистрировано свыше 2000 инфекционных именно кишечных заболеваний. По сравнению с прошлым годом в Воронежской области наблюдается снижение заболеваемости кишечными инфекциями на 10%. Самый надежный путь предупредить ее распространение – заранее обезвредить источник инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции у нас передаются тремя путями. Это через пищевые продукты, через воду и через предметы обихода. Как раз связанные с теми предметами, которые у нас может инфицировать больной человек. Если мы будем купаться, как в бассейне, так и в водоеме, конечно, желательно купаться в тех местах, где разрешено, где проведены исследования лабораторной воды, что ничего не угрожает. И, конечно, желательно не заглатывать воду. Чаще всего кишечными инфекциями подвержены люди со слабым иммунитетом, страдающие гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этом случае следует знать, что является первыми признаками инфекционных заболеваний. Симптомы практически одинаковые при всех кишечных инфекциях. Это, прежде всего, повышение температуры, озноб, недомогание, снижение аппетита. Но, конечно же, при кишечных инфекциях надо обращать внимание на то, что наблюдается боли в животе, рвота, жидкий стул. И, конечно, это характерно для кишечных инфекций и необходимо обращаться к врачу при данных симптомах. Именно соблюдение простых правил гигиены, как мытью рук перед едой, позволит избежать риски подхватить заразу, считают специалисты Роспотребнадзора. Надо приобретать только продукты, которые хранились при определенной температуре, которые соблюдаются срок годности. Готовить, особенно в летнее время, готовить на один раз, особенно для детей младшего возраста, чтобы приобретать свежие продукты и готовить только на один раз. Не стоит забывать и о вакцинации. Прививка от таких заболеваний, как брюшной ТИФ, дизентерия, ротовирус создаст иммунитет для профилактики кишечных инфекций.